Друзья, всем привет! Меня зовут Арина, это канал TripSteps. Я поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом, желаю вам счастья, всего самого-самого хорошего. И даже сегодня, 1 января, я подготовила для вас очень интересное видео. И еще я подготовила для вас сюрприз. Это, между прочим, будет очень большой сюрприз, который я буду дарить в течение всего месяца. Поэтому дождитесь конца видео, чтобы узнать всю информацию. Но по заголовку этого видео вы уже, наверное, поняли, что тема сегодняшнего разговора это как стать репетитором. Первое, это начать прямо сейчас. Не нужно ждать год, два, три для чего-то, что потом не случится, потом будут какие-то другие у вас дела. Прямо сейчас. Даже если у вас уровень 1, вы можете взять кого-то, кто знает язык хуже, чем вы, и рассказать ему. Я уже говорила на своем канале, рассказывала, что вы гораздо лучше учитесь, когда вы кого-то учите. Вы, наверное, когда учились в школе, играли в учителя, сами себе пересказывали какие-то стихи, возможно, показывали, что-то рисовали, как будто невидимая аудитория. Вот, в принципе, это работает так же. Только намного лучше, если у вас еще будет фидбэк, если вам будут, как бы вы увидите реакцию живого человека. Поэтому берите любого друга, кого-то из семьи, можете также находить людей по бартеру и преподавать им. Если у вас уже есть уровень B1 или выше, то это вообще очень круто, потому что вы уже лучше разбираетесь в предмете, и можете лучше структурировать информацию, лучше структурировать грамматику и для человека, и для себя. И если у вас уже уровень выше, чем уровень B2, то это вообще прекрасно, и вам срочно нужно начинать репетиторскую вот эту деятельность. И когда вы начинаете преподавать, вы узнаете очень-очень много всего нового и много исключений. Поэтому это действительно очень здорово. Если вам это интересно, если бы вы хотели преподавать, начинайте прямо сейчас. Второе, это не брать сразу много учеников, не брать много денег с них за эти занятия. Лучше вообще начинать с бартера, потому что вы когда будете начинать преподавать, это вообще на самом деле с любой деятельностью так, да, вы не уверены, вы думаете, а вдруг там ему не понравится. На самом деле, если к вам приходит ученик, если его уровень ниже вашего, то он знает меньше вас, и все равно вы для него будете таким мастером, профессионалом, он будет к вам прислушиваться. Но не берите сразу слишком много ответственности, потому что это будет на вас давить, и вы не будете получать удовольствие от этого процесса. Поэтому лучше всего начинать либо по бартеру, либо по дружбе. Но опять же, если вы будете это делать так по дружбе, то после второго-третьего занятия уже у вас пропадет желание это делать, потому что, в принципе, вам это будет невыгодно. Вы скажете, я теряю время зря, и так далее. Дальше можно находить по бартеру людей, ищите в интернете, вконтакте, хоть где бартер-услуг, и там люди предлагают, допустим, маникюр за час английского языка, и это вообще тоже очень хорошая вещь. Попробуйте. И вам хорошо, и вы будете видеть результат, вы захотите продолжать работать. Но самое главное, не берите сразу слишком много на себя. Потихоньку, помаленьку вы войдете во вкус, поймете, какая ваша стратегия преподавания, потому что кто-то любит работать по фильмам, по книгам, по музыке, разбирать тексты песен, кто-то предпочитает по учебнику исключительно. В общем, вы поймете, что вам ближе, что вам интереснее, вы поймете, с кем вам больше интереснее проводить занятия с детьми, со взрослыми и так далее. Это план. Как только вы познакомитесь с учеником, или как только вы узнаете его уровень языка, пропланируйте хотя бы в ближайшие два месяца. Это может быть не суперточный план, потому что, естественно, он будет со временем меняться. Но вы хотя бы будете опираться на что-то, это важно, потому что намного так проще работать, честно. Потому что иногда у вас будет меньше, немного меньше времени, но зато вы прибежите домой, у вас пять минут остается до занятия, вы посмотрели в план, ага, этого мы еще не проходили, все, быстренько достались свои материалы, быстренько пробежались по ним глазами, чтобы у вас эта информация, не то чтобы она освежилась, но чтобы у вас на языке появилось правило для объяснения, да, и в путь, да. Далее, все письменные задания, тесты я проверяю не на занятии, а, допустим, до или после занятия я могу выделить 15 минут. То есть занятие длится час, и я также выделяю 15 минут для ученика, но если у него какие-то вопросы остались, возможно, домашнюю работу мы проверяем, либо чаще всего домашку они отправляют до занятия или после занятия, я это проверяю, высылаю вордовский файл с ошибками, с какими-то, вот, и потом мы можем также вот в эти 15 минут после занятия поговорить про ошибки, про, возможно, какие-то сомнения, вот. И, ну, вот такая, в принципе, концепция. Смотреть много фильмов, я скидываю с фильмы, сериалы, ссылки, общаться с носителями языка, общаться иногда это, на самом деле, принудительная такая часть, потому что одно время я говорила, общайтесь, 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 а потом в итоге никто не общался. Бывало такое, что я говорю, хорошо, вот тебе 2 домашних задания, прочитай статью, и сам, ну, статья-то не важна, говорю, ты прочитай, и ты позвони носителю, и поговори с ним 30 минут. Вот 30 минут, и всё. Статья прочитаешь хорошо, но не прочитаешь, не прочитаешь. Ученик приходил, 5 статей читал, 2 фильма посмотрел, 3 грамматических правила выучил, но он не поговорил с носителем. Так работает наш мозг, потому что это страшно, конечно, всегда легче поделать что-то другое, когда дома сидишь за столом, на диване, я не знаю, ну, когда не нужно встречаться вот с лицом к лицу, со страхом со своим. Вот. Но потом тогда уже есть такие моменты, есть некоторые такие люди, которые очень стесняются, к ним нужно применять другой такой подход. Это тоже смотря от человека, да, если он просто к вам приходит потусить, если вы, в принципе, готовы за те деньги, что он вам даёт, или, там, не знаю, это бартер или хоть что, если ему просто хочется выучить язык, потому что его друг Петя умеет говорить на этом языке, то, в принципе, вы можете от него отстать, и если у вас такая концепция, и, там, идти по учебнику, да. Но если вы сами хотите результат, если вы хотите, чтобы к вам шли другие ученики, если вы хотите видеть, что ваши ученики путешествуют по другим странам, что они начинают работать, допустим, преподавать что-то, йогу, фитнес на другом языке, те, как они переезжают, ну, в общем, если вам этого хочется, то тогда смотрите по ситуации, и, возможно, даже поставить такой ультиматум, что не будет следующего занятия, пока ты не поговоришь с носителем языка. Десять минут — это не критично. За десять минут можно сказать... Привет, меня зовут Арина, я репетитор по английскому языку, я живу в России, родилась в Магнитогорске, сейчас нахожусь в Москве. Вот, все, 10 минут прошло. И, да, ну, такой ультиматум тоже иногда приходится ставить, человек приходится выбирать, и чаще всего человек звонит носителю языка. Всегда звонит носителю языка. Поверьте, если вы заинтересовали человека, если вы с ним говорили, если вы за месяц из просто нулевого состояния вывели человека на уровень, когда он может рассказывать про свою семью, когда он может рассказывать про свои планы на будущее, когда он может рассказать про свое детство, про свои мечты, про зависимость к интернету, я не знаю, хоть что вообще. Если вы вывели человека на этот уровень, то, поверьте, он с вами останется, потому что есть слишком много репетиторов, которые идут по учебнику, и ученик сделает все, чтобы быть с вами. Потому что, ну, в том плане, что если вы сделаете какой-то тест, ну, вот, если ты хочешь со мной заниматься, то ты, там, допустим, пройди три занятия у полиглота, или, там, выучил фавит сам, ну, то есть вы должны увидеть, что человек этого хочет. Если человек будет этого не хотеть, то вы потеряете, и вы потеряете желание к преподаванию, и ученик быстро от вас уйдет, или, ну, вообще, неважно, короче. Если вы хотите, чтобы вам было интересно заниматься, преподавать, то тогда делайте такие вот проверочные пунктики, в том плане, что и ученик после разговора с носителем будет очень уверенно себя чувствовать. Он будет чувствовать себя просто, я не знаю, богом английского языка, да? Вот. И он будет вам очень благодарен, поверьте. То есть, ну, не бойтесь, никуда они от вас не уйдут. Это, наоборот, такая, можно сказать, проверка на прочность. Следующее я вам раскрою секрет любого репетитора, у которого уже опыт прям такой большой. Вы сами понимаете, что невозможно знать абсолютно все, все, все слова в иностранном языке. Поэтому, если возникло такое, что вы не знаете какое-то слово, то здесь есть несколько путей. Первое, это сказать, давай ты посмотришь это слово в словаре, потому что ты запомнишь так лучше. На самом деле, это правда. Действительно, ученик запомнит намного лучше, если он сам посмотрит, выпишет это слово, чем если вы ему просто скажете. Далее, вы можете также всегда носить с собой карманный словарик. Но всякие случаи, чтобы посмотреть. Любой человек, любой ученик понимает, что невозможно знать все слова. Можно сказать, давай вместе перепроверим, я не уверен, я забыл. А далее, если вы преподаете онлайн, то вы всегда можете включенный Google Транслейтер, или обычный какой-то переводчик иметь, под рукой всегда можно это перевести. Ну и да, можно, конечно, рассказать, что я помню, что я это слово учил, но оно не часто используется, я его забыла. Скорее всего, то слово, которое вы не будете знать, оно будет использоваться редко, и ученик ничего о вас плохого не подумает, поверьте. Но, конечно, этим тоже пренебрегать нельзя. Поэтому всегда перед занятием, если вы какой-то текст читаете, если вы на какую-то тему говорите, то подготовьте какой-то вокабуляр, который, возможно, вы не знаете, или освежить хотите, или если слово какое-то в тексте попалось вам незнакомое, то 99% вероятности того, что ваш ученик его тоже не знает. Поэтому выпишите это слово, готовьтесь к занятию, первое время это очень важно. Возможно, через год, через пару лет уже это будет не так важно, но всё равно готовиться обязательно на первых порах надо. Далее это такой совет, не используйте учебник как база. Пусть это будет опора, потому что со временем, если вы будете идти только по одному учебнику, у ученика возникнут сомнения, и он подумает, наверное, я могу сам один дома заниматься, зачем мне нужен преподаватель. И это скучно, ученик будет зевать, он будет пропускать занятия, он не будет бежать с рвением на занятия, не будет брать дополнительный материал. В общем, да, не надо из учебника делать вообще всё. Пусть это будет, возможно, каким-то вашим помощником, каким-то, в общем, планом, да, по которому вы идёте. Но всегда меняйте его. Самое главное, это чтобы ученик был доволен, чтобы ученик прогрессировал. Это самое главное. Поэтому смотрите по обстановке. Следующее это узнайте об интересах ученика. У меня есть ученица, которая знает всё о садоводстве. Она очень много сажает, у неё свой зимний сад, она очень много сажает помидорчиков, огурчиков, там, теплицы, всё это. И, естественно, я, человек, который этим не занимается, не могу знать такой вокабуляр. Вот. Но всё равно мы берём тексты, которые интересны ей. Мы читаем какие-то... Берём какие-то занятия по садоводству, читаем разные статьи. И я узнаю её слова для себя не только на испанском, но и на русском. Вот. Ну, а ей это очень интересно, и она читает большие, очень длинные статьи на 3-4 вордовские страницы, быстро разбирает их, и потом вообще свободно говорит на эту тему, потому что ей это интересно, и она это может использовать далее в своей жизни. Вот. Поэтому смотрите по интересам, если это космос, будет космос, информатика, пусть будет информатика. Вот. Действительно. Самое главное, чтобы человеку было интересно. Далее. Один такой маленький совет. У вас есть WhatsApp, у вас есть мессенджеры, телеграммы и так далее. Сделайте такое маленькое домашнее задание, оно очень интересное, поверьте, очень интересное, очень весёлое. У меня его ученики выполняют с удовольствием, и это быстро, легко и эффективно. Человек, допустим, готовит, да, моя ученица готовит, она записывает видео о том, как она засаливает огурцы. И она снимает видео и рассказывает поэтапно, что она делает. Вы будете видеть, что человек разговаривает, что человек думает. Хотя бы вот на 2 минуты он включил язык, да, в день, это здорово. Скажите так, допустим, иногда, да, не делаясь это каждый день, потому что человеку тоже это напряжение на него, стресс, да, не может он каждый день в течение года снимать такие видео. Ну, может быть, и можно попробовать. У меня пока только вот есть такие недельные. Неделя в месяц, допустим, мы берём каждый день, высылаем по одному видео, по 2, по 3, иногда выходит по 10, и они высылают. Вы потом просто исправляете ошибки. Это немного исправить, тем более, если, допустим, вы едете в автобусе, вы смотрите видео, параллельно пишите ему его ошибки, и он хорошо справляется, и вы видите, что он попрактиковал. И далее ещё один такой момент. Заснимите человека на его первом занятии, потому что все мы думаем, что мы не растём. Особенно, если у человека уже был какой-то уровень, возможно, у него появится такое, что ой, я совсем ничего не могу. Если он прошёл с нуля, ну, что там снимать, нечего снимать. Но если у него уже была какая-то база, то он будет постепенно думать, что он ничего не выучил, что он потеряет свою мотивацию и так далее. Вот в такой момент, когда он уже совсем расстроен, и вы ему скидываете его видео с первого занятия, и он видит, как я вырос, какой я молодец, и снова берётся за учёбу. Вот. Естественно, естественно, вам надо попросить разрешение, пообещать ученику, что вы ни с кем не будете делиться этим видео, что это видео только для ученика. И тогда чаще всего ученики говорят, да, конечно, ну, это в его же интересах, и вы снимите и сохраните где-нибудь на Яндекс.Диске или на Гогл.Драйве и так далее. Вот, друзья, это всё на сегодня. Это были мои такие советы, как стать репетитором. Не стремитесь стать сразу самым лучшим репетитором Москвы, не берите цены там по 5 тысяч за час, нет, постепенно, помаленьку, потихоньку, вы сами будете понимать. Я достиг там уровня хорошего, мои ученики уже того-того-того достигают, теперь я могу брать выше цену, да, и так далее. Постепенно вы придёте к тому, что у вас будет цена соответствующая, и уровень ваш будет соответствующий. Вот. Поэтому, если у вас есть такой зов, то не стесняйтесь, прямо сегодня зайдите в интернете, найдите по Артуру слуг, спросите у друга, интересно ли ему это, но сделайте какую-то себе мотивацию, чтобы вы тоже не просто там сидели, рассказывали, да, чтобы вам это было тоже интересно. И структурируйте, делайте планы, работайте, работайте. В общем, это очень интересно, это такой замечательный опыт, и вы будете постоянно освежать свой язык, потому что есть такая тенденция, когда подошли до уровня определённого, там, С1, С2, какой вам удобен, какой вам интересен, вы забрасываете язык и говорите, ну, наверное, всё, я же выучила же. А если у вас будут ученики, то они вас будут как бы подбадривать, и вы будете постоянно-постоянно что-то новое узнавать, поддерживать свой язык, или там дальше даже прогрессировать. Вот. Поэтому работайте, если вам это интересно, обязательно двигайтесь в этом направлении, это здорово. Как говорят, что 1 января — это тот день, когда нужно начинать новую жизнь, а ещё это и выпало на понедельник в этом году. В общем, я поняла, что ждать нельзя, и поэтому сегодня 31 декабря, я записываю это видео ещё с 2017 года, я решила, что я постараюсь... Постараюсь... Это были очень-таки продуктивные видео про языки, про здоровый образ жизни, про обучение. В общем, очень хочется поделиться с вами большим количеством информации про Америку, про Аргентину и так далее, и про Австрию. И, конечно же, я очень нуждаюсь вашей поддержки, и решила сделать такой небольшой челлендж. Я буду выкладывать видео, и в конце видео я буду говорить о подарке, который я подарю в этот день человеку, который выполнит определённые правила. После каждого видео, если вы хотите получить в этот день подарок, вы делаете скриншот видео или выкладываете свою фотографию, и рассказываете у себя в Инстаграме с определённым хэштегом, который я здесь напишу, я ставлю также внизу, определённым хэштегом и ссылкой на мою страницу, там будет собака TripSteps, и я тоже это всё внизу напишу, чтобы вы могли просто скопировать, чтобы вам это было легче. И если вы хотите в этот день участвовать в этом челлендже, вы просто делаете скриншот этого видео или вы выкладываете свою фотографию и пишите. Сегодня я посмотрела видео Арины, это ссылка на мой канал в Инстаграме, и вы рассказываете, что вы нового узнали, что вам было интересно, и примените вы эту концепцию, этот совет в своей жизни, или, возможно, если это будет просто какое-то красивое видео, вы просто расскажите, понравилось оно вам или нет. Это возможность вырасти, возможность стать лучше в записывании влогинга, в ведении своего влога. Также я изучаю весь этот материал про свет, про звук, это огромный такой неисследованный мир, поэтому я буду рада также вашим советам, вашим каким... То есть это может быть и негативный, и позитивный отзыв, что я никого не призываю там хвалить, там или что-то это, просто пишите то, что вы реально думаете, то, что вы реально чувствуете, таким образом, если это будет конкретизированная критика, то я смогу стать лучше благодаря вам. Поэтому вот я призываю вас участвовать тоже в этом челлендж. Каждый день, когда я буду выкладывать видео, я буду разыгрывать призы. Это будут и книги, и занятия со мной, и блокноты, и какие-то посылки из Австрии, и, в общем, много всего очень интересного. Возможно, мы также скооперируемся с другими преподавателями испанского, английского и так далее языков. Поэтому присоединяйтесь, я еще раз напишу все условия внизу, ссылки, которые я использую при работе с учениками. Я также продублирую внизу, чтобы вы использовали, если вам это интересно. И, ну, вот и все, в принципе. Сегодня 1 января, и самое главное, что я хотела сказать, это, вот все говорят, нет новогоднего настроения, нет, да? В детстве нам создавали это настроение родители, а сейчас мы сидим и ждем, что нам его кто-то создаст. А кто нам его создаст? Мы, в принципе, с вами уже все взрослые люди. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, что на вопрос Santa Who надо отвечать, что это я, и творить это новогоднее настроение самим. С вами была Арина, это был канал TripSteps. И, конечно, чуть не забыла сказать подарок к этому видео, если вы выполните все условия, которые уже прописаны внизу, это книга Барбары Шер, «Отказываюсь выбирать», это про сканеров. Сканеры – это люди, которые любят заниматься не только одним каким-то делом, а сразу нескольким. Допустим, у вас несколько есть интересов, французский, вы любите языки, там, французский, испанский, немецкий, вы любите сноуборд, вы любите садоводство, еще маникюр делаете по выходным, и в четвертую среду января вы всегда ходите в баню, я не знаю, вот, и вы очень хотите работать и парильщиком, и садоводом, и преподавателем языков и так далее, и вы не знаете, как это все вместе связать, как найти ваше предназначение, и как отказаться от того, что вам так дорого, и посвятить себя только одному. И вот в этой книге, она такая толстенькая, она такая интересная, в этой книге рассказывается о том, как все это скомпоновать, как устроить свою жизнь так, чтобы заниматься любимым делом, зарабатывать хорошие деньги, путешествовать, и вообще делать все, что вы хотите, при этом не отказываясь от своих любимых дел. Вот, это моя очень обожаемая книга, я ее читала, я ее дарила друзьям, и буду продолжать дарить друзьям, подписчикам, поэтому участвуйте в сегодняшнем челлендже, и мы с вами увидимся завтра на моем канале. Пока-пока!